Долгожданная новость для тысяч мам, пап и бабушек. Уже в этом году в детской поликлинике Анапы начнется капитальный ремонт. С момента постройки, а это 1990 год, ни одного масштабного обновления учреждение не видело. Попытки получить финансирование из вышестоящих бюджетов предпринимались неоднократно, но увенчались успехом только в этом году, благодаря президентской программе «Десятилетие детства». На сегодняшний день заявка о выделении средств одобрена. Мы включены в федеральную программу по капитальному ремонту детских поликлинических отделений. Выделение средств будет осуществляться, скорее всего, с второй половины этого года. Возможно, оно будет поэтапное. То есть на кровлю, на ремонт входной группы, на замену окон. Но в целом стоимость сметы 76 миллионов рублей. И будет выделено в течение двух лет. В проект капремонта попали все работы. А это значит, что кроме кабинетов будут отремонтированы коммуникации, электрика, построены системы вентиляции и кондиционирования всего четырехэтажного здания. Отдельно будет профинансировано приобретение современного оборудования. «Мы планируем в этом году приобрести рентгенаппарат, флюорограф, три аппарата УЗИ и две стоматологические установки. В общем, это достаточно серьезные вливания в нашу материально-техническую базу нашего учреждения». Оборудование – это тоже событие. Мероприятия очень затратные и, к сожалению, эпизодические. В последний раз новый рентгеновский аппарат поликлиника получила в 2006 году. Его стоимость – 19 миллионов рублей. Еще 6 миллионов стоил каждый аппарат УЗИ, полученный в 2011 году. На собственные средства был оборудован кабинет стоматологии. Между тем, Анапская поликлиника заслуживает отдельного внимания. К 42 тысячам местного детского населения прибавьте еще приезжих малышей. На всех 76 врачей и 150 медсестер. «Помощь оказывается по 32 специальностям в нашем учреждении. Поликлиника рассчитана на 580 посещений в смену, но в летний период и при большом потоке отдыхающих наша поликлиника принимает до полутора тысяч пациентов в день». Радует, что мнение о работе медиков у большинства положительное. А что касается ремонта – единогласно за. «Вот там новый акролом, ходим к герматологу. Там прямо заметно, что ремонт новый, приятно зайти. А здесь, конечно, непонятно, как бедные врачи наши здесь работают. Конечно, ремонта хотелось бы». «Ну, быстро обслуживает. Мне понравилось. И доктор очень хорошее. И лечение быстрому получили. А так, конечно, в коридорах, ай-яй-яй, некрасиво и очень так запущено. «Надо и взрослую поликлинику еще одну добавлять, а детскую уже тем более. Потому что детей много, рождаемость большая». «Вы знаете, я был в Краснодаре, в кровевой поликлинике. Там вообще гигантские очереди. Там очень тяжелые. И по сравнению, как здесь, здесь, можно сказать, очередей нет. В отношении врачей, как бы, все хорошо. Мне все нравится. И в ремонт, да, согласен с вами». Заявка на ремонт филиала детской поликлиники в 12-м микрорайоне тоже одобрена. Тем не менее, это не отменяет планы городской администрации на выделение дополнительных площадей для оказания медицинской помощи населению. Ближайший проект филиала поликлиники в районе Красной площади.